Силы рук и никакого мошенничества. Межрегиональный турнир по армспорту стартовал в субботу в Иванове. Во второй среднеобразовательной школе собрались спортсмены из разных городов ЦФО. Всего 12 команд. Четыре из них – ребята из нашего региона. Как поясняют организаторы, в Сидцевом крае армспорт очень популярен. Ребята занимаются в клубе атлет. Часто туда попадают и мальчишки из неблагополучных семей. Очень много мальчишек приходит. Так что люди любят. Это спорт мужской. И занимаются. Это образ жизни. Мужчина с сильными большими руками. Чем не мечта для ивановских невест? Однако армспортом занимаются и девушки. Причем профессионально. Эти спортсменки опровергают всевозможные стереотипы о слабости женского пола. И на укоры знакомых уже давно не обращают внимания. Говорили. Все говорили. Ну, каждому свое, наверное. Что вам нравится? Борьба. Я спортсменка всю жизнь. Поэтому борьба. Нравится вот этот вот соревновательный дух. Во время поединка эмоциональный накал очень велик. Это только на первый взгляд побеждает тот, кто сильнее. На самом деле не всегда. У каждого спортсмена своя тактика борьбы. Стратегическое мышление, как ни странно, в армрестлинге на первом месте. У этих партнеров было несколько подходов. Первое с нарушениями. Зато в последнем ивановский спортсмен одержал блестящую победу. Соперник очень сильный. Я думаю так. Они всегда сильные очень. Нужно настраиваться и подстраиваться не под каждого соперника, а под группу людей. В общем-то. Ну, в общем, состояние у меня нормальное. В общем, правый немного травмирован. Но это все фигня. Организаторы отмечают, что у ивановских команд серьезные шансы на победу. В честь региона на девятом турнире по армрестлингу защищают ребята из клуба «Атлет», института МЧС, студенты химтеха и сельхозакадемии. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.